Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Киберпанк. Мы с вами продолжаем. В Найт-Сити у нас наступает утро. Итак, мы взяли заказ на Анну, на девушку из Ла-Манчи. Ну, прежде всего, нам говорят, что надо расспросить на рынке о ней. Расспросить на ней о рынке. На рынке. Смотри, какой он золотой. Или это она? Или это он? Вот вам, друзья. Привет, привет. Это все-таки он, судя по голосу. Вот вам и эталоны красоты. Вы говорите о моей прическе, моей девушке. Так, вот кто такие. А ну-ка, громила. Громила. И это все те же тигриные кости. Кости. Тигриные кости. Давайте без скандалов. Ну, киньте туда ароматизатор для запаха. Пятнадцать процентов скинешь? Возьму. Эти люди называют кочевников грабителями. Ладно, ладно. Ты кочевник? Ну, судя по куртке, да. Отправить фотографию? А-а-а. А ну-ка, давай-ка. А креветки-то свежие у вас? Чего ты тянешь? Креветки свежие? Только что доставили. Прямиком с лучшей аквафермы в Найт-Сити. Аквафермы? А вы как думали? Из пасифики? Я этот мусор из океана не ем и вам не советую. Дожили, дожили, дожили. Так, Анну, знаете... Видели эту женщину? Я здесь продаю еду и хочу продолжать в том же духе. Больше мне сказать нечего. Так, а ну-ка покажешь, чем ты там торгуешь. Что тут у вас можно взять? Фу, мухи-то летают у тебя там. Фу-фу-фу. Так. Натурфрукт. Я могу тебе что-то продать? Подожди. Вот из тех же, например, продуктов. Где они у меня были? Ой. Какую-нибудь ерунду. Суп. Утоление жажды. Нет, вот какой-нибудь... Шваб-шваб. Шваб-шваб. Господи. Продаю. Шваб-шваб. Насыщение, запас здоровья. Хм. Давайте продаем. Ладно, батончик этот со-я-сил. Со-я-сил. Извержение. Ха-ха. Так, нет, я продаю. Я не хочу, чтобы у меня было извержение, когда у меня... Если я съем этот батончик, самогон. Ух ты. 30 баксов. Евро-баксов. Продаем самогон. Можно еще, наверное, что-нибудь продать. Есть что-нибудь подороже. Так, это все 10-10. 5-10. 3. Все. Так, продали и... Хорошо. Так, креветки это... Кто еще что знает? Смотри, вот здесь вот еще кто-то есть. Так, патрончики. Так, патрончики, очевидно. Мне надо их поднабрать. Я так думаю. Вернись, пожалуйста. Ха. Ха. Вот тебе ха. Так. Вы что-нибудь знаете об Анне? Оля? Она не русская. Так. Что-то мы взяли какую-то капельную кофеварку. Так, кто еще что может знать? Ты, очевидно, нет. Спасить Анне. А ну-ка, дайте-ка я просканировал все, что только можно. Ты кто? Сигрица. Непонятно, ребятки. Непонятно, кого еще можно проспросить. А, нет, это когти. С ними лучше не разговаривать. Тебя может быть? Уже нет. Зато у тебя есть патроны. Так, а вот, мужик. Вот ты же, наверное, знаешь, ты кто? Ты клиент. А ты? А. Тоже нет. Тогда не знаю. Тогда даже не знаю, кого мы еще можем. У нас рынок тут, в принципе, большой. А, вот, ты. С тобой можно разговаривать. А, привет. Только, наверное, с другой стороны, да, надо подходить? А ты? А здесь у нас можно тоже что-то продать. Ну, продавать нам... Хотя нет, нам есть что продать, друзья. У нас тут лишняя одежда образовалась. Вот, например, этот вот жилет. Ковбойский с бахромой. Семнадцать, но он мне, в принципе, не нужен. Вот так вот мы сделаем. Из оружия у нас, в принципе, продавать нечего. Это все у нас используется. И да, я сделала вот этот модификатор за кадром. Но я не пойму, для чего он. То есть, по идее, он должен быть для оружия, что ли, или еще для чего-то. Но на оружие он не ставится. Поэтому. Все. Так. Там уже у нас какие-то гнилые уголочки идут. Давай смотреть, где мы еще так с тобой. Значит, мы говорили, да, продавщицы еды. Дальше. Где у нас кто был? Где-то был здесь вот мужичок. А, нет. Ты девушка. Это что-то какая-то информация. Подожди. Пять случаев работодателей. Это мы знаем. Давайте возьмем, может быть, чип. Но это мы читали. Про пять случаев работодателей. Поговорить с ней. Славный денек, да? А, вот. Боже мой. Красотки, красотки, красотки. О, ты смотри, какая царта. А, с тобой надо говорить. Подожди, нет. С кем можно было поговорить? Имад. Это ты, Имад? Ага. У тебя опасная работа? Да, опасная у тебя работа. Возить товар через весь на Эдсити. Вляпаться в неприятности проще простого. Если ты пытаешься продать мне крышу, то отвали. Я под Такеши. Это его лавочка. А я ни на что и не намекаю. Ага, Такеши. Ага, конечно. Так, мне вот... Знаешь эту женщину? Ей около тридцати, чуть пониже тебя будет. Говорят, часто здесь бывает. Это кабуки. У нас тут кого только не бывает. Умников, я смотрю, тоже хватает. Да, и умников тоже. А есть умники, которые копа в лицо могут узнать? Может, ты ее все-таки видел? Может, и видел. Я сейчас подумаю. Ты пока посмотри, чем я торгую. Вдруг купить чего захочешь. Шестьсот баксов? Денег ты от меня не получишь. Денег моих ты не получишь. Фу, не настаиваю. Так, нет, ребятки. Шестьсот баксов. Я сама удавлюсь. Так, что у нас тут еще? Ты тоже нет, да? С кем еще? Неужели придется платить шестьсот баксов? Или просто перебить всех тигров? Ну, я думаю, вряд ли у нас это получится. Ну, да, просто коватик. Что, зубы жмут? Зубы жмут. Друзья, вот это классное выражение. Хочешь поругаться? Так, покой, что ты сейчас зубы жмут. А, во, привет. Я хочу прикупить импланты. Ты, да, ты здоровяк, ты здоровяк. Вот и здоровенный. Не часто встретишь риперов с вот такой органической фигурой. Мозг функционирует лучше в связке с родной, не синтетической мускулатурой. Мало кто это понимает. Заменишь хотя бы одну руку и сразу просядешь в плане рефлексов и общего тонуса. От имплантов больше вреда, чем пользы. Не растеряй клиентов с такой рекламой. И что это действительно? Да ну брось. Клиенты на это дело всегда найдутся. Редкая философия. Так, знаешь эту? Ты ее знаешь? Нет. Ты даже не посмотрел. Ни к чему. Я ее не знаю. Все понятно. Так, покажи мне эти самые, что у тебя там есть. Хочу что-нибудь обновить. Ну что, давай тебя перепаяем. Мы никогда не были у риперов. Так, операционная система. Что я могу у него прикупить? Доступные предметы. Давай посмотрим, что у него есть. Ага. Так вот, смотрите. Зетах Берсерк. Сколько он стоит? Сорок три тысячи. Тридцать пять тысяч. Ну вот вам и видите объемы памяти. Десять. Пятнадцать тысяч. Да, теперь понятно, куда нужны деньги. Обалдеть. Так, все предметы. Предметы в продаже. Ваши предметы. Наших предметов нету. Я просто первый раз, друзья, зашла к этому товарищу. Поэтому ему просто интересно, что есть. Слобная доля. Что у нас тут есть? Сколько это стоит? Тысяча. А почему я не могу его взять? Вы сможете пользоваться этим предметом, когда показатель интеллект будет равен восьми. Ага. И что он делает? Вероятного критического попадания. Восстанавливает два здоровья при победе над врагом. И ускоряет восполнение памяти кибердекам. А я могу только одну поставить, да? Нет, судя по всему, три. Понятно. Так, кровеносная система. Что мы тут можем сделать? Вы сможете... Это уровень репутация. Двенадцати. Злом протокола. Ага. Так, иммунная система. Что у нас тут? При получении урона дает двухпроцентный шанс выпустить мощный разряд тока, наносящий урон врагам поблизости. Просто какие-то машины убойные. Нервная система. Кит. Позволяет целиться и стрелять во время уклонения. Замедляет время на пятьдесят процентов на полторы секунды после блока, прицеливания или атаки. Во время... Слушайте, хорошая штука. И главное, что мы это можем. Замедляет время на двадцать пять, на две, когда вас замечает враг. Восстановление шестьдесят секунд. А это не волокна, повышает маневренность на три процента. У нас тут ничего нету. Так, кожа. Офигеть. Показатель брони. Показатель брони. Так, невосприимчивость к горению, кровотечению, к поражению током. И защищает от термического урона. То мы можем терминаторами стать ноги. Что у нас в ногах? Двойной прыжок. Это на каждую ногу по сорок пять тысяч? Кошмар. Так, руки. Накапливают заряд при каждой атаке. При сильной атаке они наносят дополнительный урон. Да, друзья, ладно, понятно. Тут можно сидеть на ладони. Что-то есть еще? Так, смартлинг. Отслеживание на умное оружие. Так, скелет. Титановые кости. Грузоподъемность увеличивает. Слушайте, давайте себе поставим титановые кости. Тысячу стоит, но у нас есть тысяча. Я, правда, не знаю. Скорость атаки на пять увеличивает. Две тысячи. Микро... Микро... Ротора. Кошмар. Мне, конечно, очень не хотелось бы как-то что-то делать. Но, тем не менее, слушайте, нет. Вот на скелет я бы поставила. Может быть, даже поставила бы вот эти микророторы. Повышает скорость атаки. В ближнем бою маневренность. Даже не знаю. Две тысячи. Давайте берем. Все. Берем, ставим. Мы будем очень мощны. Вот это бы я тоже взяла грузу. Ну, хотя я так сильно много ничего не таскаю. Или взять грузоподъемность. Давайте возьмем. Что нам деньги экономить? Вот. Ставим все. Большая операция. У нас осталось две тысячи. Все. Мы поставили так быстро, да? То есть не надо было садиться в кресло. Подожди, подожди, подожди. Да, мы теперь такие, кстати. Я надела на себя брюки. Мы нашли какие-то штаны, которые получше, чем наши. Выглядят, конечно, ужасно. Ну и этот самый, армейский противогаз. Господи. У шляпки еще те. Так вот. Киберимпланты покажи. Да, все стоит у меня. Смотрите-ка, все. У нас наш скелет просто. То есть нас разорвут на кусочки, но наш скелет останется. Останется. Ты точно теперь не хочешь мне ничего? Ты ее знаешь? Нет. Ты даже не посмотрел. Все, нет, не хочет он. Ничему. Не хочет он, не хочет. Я не знаю, может, я поспешила. Может быть, нам бы потом дали что-нибудь. Так, я могу взломать твой этот автонавт. На тебе. Пошла, смотри. Смотри, тигрица. Может, мне тебя прибить? Не, не дают мне ее прибить. Ладно. И все-таки, все-таки придется, может быть, платить 600 этому товарищу. Так, что у нас тут? Сдачи давать нечем. Зато тут есть пластинки. Так, ну что это за артефакты? Да. Не зря ругаются на Кверпанк, что он забагован, да, друзья? Он забагован. Я готова. А ты? Так, все. Это не хочет. Там стоят сигры, и я даже не знаю, что делать. Платить этому 600. Так, здесь тоже не с кем разговаривать. Здесь не с кем. Не тряйся от меня. Никто не знает, где есть коп. Так, ладно. Что ж, придется разоряться. Зараза, где это сидело? Кочевник. Вот ты красавец, блин. Где он был? О, подожди. Его уже больше нету. А где кочевник-то? Черт возьми, мы прошляпили. Не смешно. Ты был кочевником? О, друзья мои. Игра как... В игре как в жизни. Сейчас я достану автомат и просто-напросто всех тут перешлепаю. Потому что мне это надоело. Вернись, пожалуйста. Где он был? Неужели он ушел? Он же тут терся. Возможно, я его не вижу. А, вот он сидит. Ты же, да? Держи. Давай, говори. Она снимает номер в этом мотеле. Тебе вон туда. Если мне заплатят меньше, чем 600 баксов за это дело, я вас покусаю. Так, куда мне? Привет, найти театр. Пам-пам-пам. Это телевизор вещает. Как туда пройти? Ага. Заплатить опять? Да что же это такое? Доступ разрешен. А ну-ка. Деньги посыпятся? Нет? Нет. Мы рады приветствовать вас. Чего? Где? Ась? У нас какое-то в телефоне. Сообщение. Ваш номер в мотеле. Ах, номер в мотеле мы сняли? Нет, зачем ты туда звонишь? Открыть сообщение. Мы рады приветствовать вас в нашем мотеле. Ваш номер 203. Хорошего дня. А это сообщение отправлено автоматически. Не отвечайте. Да уж. Итак, друзья. Да здравствует мотель. Будущего. Применить техническое умение. А зачем нам туда надо? Нам не хватает технического умения. А нам туда надо? А вдруг там что-то интересное. А ну-ка давайте себе добавим техническое умение 6. А? Как вы думаете? Нет, не сюда. У нас же есть свободная... Персонаж техника, да? Давайте сделаем. Так, зажать, чтобы получить. Зажать, купить. Вот. А теперь мы применим техническое умение. Чтоб вам пусто было. Зачем мне это на... А, можно было зайти в отель. Зайти в отель. И не платить. Тю-ю-ю. Зря мы потратили это техническое умение. Ну, что делать? Ладно, пусть будет. Запасной ход. Может быть, мы и здесь можем открыть? Нет, не сможем. Ладно. Наш номер 203. Так. Поговорить с Анной. Сейчас потребуется убеждение. Еще что-то. Так. Забрали все. Забрали все. Забрали все. Так, Анна, ты тут? Ну, вот и опять техническое умение. А сюда тоже? Нет, здесь закрыто. Закрыто. Нет, все-таки нам техническое умение понадобилось. А где я вижу номера этих самых? 203, наверное, на втором этаже. А ну-ка, подожди. Если 203. Номер 203. Вот наш номер. Да. Инь-янь. Раз уж мы этот номер сняли. А ну-ка, давай закроем. Как долго мы здесь сможем оставаться? И давайте-ка мы его... Подключиться. Давай, подключаемся. А что нет? Добыча данных, добыча данных, добыча данных. Офигеть. 55, 1С. 55, 1С. Так, и что? А, мы какие-то бабки получили. А ну-ка, мы можем еще подключиться? Билет к мгновенной лотереи. Иди сюда. Нет, больше не можем. Ага, то есть это разовая акция. Так, что у нас тут? Это явно какой-то имплант, да? Здесь лежит, который мы, черт возьми, не можем взять. Но почему, ребята? Ну почему вы делаете такую хрень? Или это просто ножницы? Вряд ли тут прямо имплант валяется в ванне. Господи, какое все занюханное. Посмотреть зеркало? Нет, возьмем все. О, как. Даже не видели, что там что-то есть. Да, это не взять, как видите. Не знаю, может, как-то можно подойти. Видочек у нас, конечно, в этих штанах. Господи. Ой. Так, давай-ка забираем все. Поскольку поиздержались мы изрядно, я не хочу даже думать о том, что надо ночевать в этом отеле. Поскольку убирать, очевидно, номера у них не принято. Да, холодильник мы можем открыть? Нет, конечно. Хотя, как видите, там что-то есть. Сколько градусов? 41. А, по Фаренгейту. Я не знаю, сколько это. На Цельсиус. Так, что такое? Евро-доллары? Да ладно. Я бы тогда и дальше снимала бы этот номер, если каждый раз в нем лежит такая куча денег. Так. Угу. Нет. Это дверь. А что за дверь? Подожди. Ага. На полку. То есть кто-то только что здесь еще курил. Тараканы, боже мой, фу. Омерзение. Это то чувство, которое у меня вызывает этот город. Омерзение, друзья. Может быть, потому что наша героиня корпорат. Даже так? Вот здесь и оставайся. Здесь и следи. Смотрите, это кондиционер, который искрит. Давай ты заберешь эти евро-доллары. Да что ж такое-то? Да почему же это так все криво сделано? Значит, только так можно. Только так. Только забравшись на полочку. Тут есть оружие. Боеприпасы и отскоки. А ну-ка берем. Вот. И они, как видели, не подсвечивались. Так что с этим тоже очень все странно, поскольку не все здесь у нас высвечивается, просвечивается. Что там за коробочка? Коробочка. Давай-ка. Плита-то все равно наверняка не работает, да? Нет, нету. Плита у нас вон на газовых баллонах. И, очевидно, вот эта фигня нагревается. Ужасно, ужасно. Так, ну что ж, люксус номер. Все? Мы можем, кстати, поспать? Нет. Как я и сказала, что спать здесь вообще это не вариант. Ужасно. Ну, собрали, что могли. Ладно. А, нет, все-таки что-то убираются. Боже мой, я глазам своим не верю. Он что-то тут... Кстати, да, действительно, не так много мусора. Всего лишь один мусорник и один пакетик евро-доллара. Ты не против? Я надеюсь. Ага. Ага. Так, заперто, заперто. Надо, кстати, побегать по номерам, если в каждом номере лежат такие богатые чаевые. Но нам надо сюда. И, кстати, если бы у нас не было технического умения, вот у меня теперь интересно. По идее, по идее, мы могли бы, наверное, не взламывая, может быть, через балкон, ведь не зря же наш номер находится как раз под номером вот этой вот девицы. А ну-ка. А ну-ка. Так, закрывай. Так. Может, мы как-то можем влезть через тот же балкон, потому что я больше не вижу других способов. нет, не вижу. Ну-ка, давайте посмотрим. делаем сохранку, потому что если мы сейчас грохнемся, будет неинтересно начинать все сначала. Ага. Вот оно, вот оно, тряпочку замотано. Вот оно, как было задумано-то. Вытащить оружие предлагают нам. Нет, мы съедим кексик. А, кстати, это у меня здоровье такое наполовину. Тогда действительно надо съесть кексик. Подожди. Снаряжение. рюкзак. Всякая фигня. Где мы только что что-то взяли? Вот это вот использовать. Суп и давай вот эту вот фигню съедим. Да, да, да. Действительно вверху. Я думаю, что-то не то. Это наше здоровье. Оно прямо скажем убитое. А восстановили? Замечательно. Спокойно. Тихо. Я вижу булочку у тебя. Я здесь, чтобы тебя предупредить. Бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза. Ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. Я хочу тебя помочь. Ты, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать запугать? Просто брось свое расследование. Ты связалась не с теми людьми. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Твои дружки из Найт-Сити. Тебя заказали твои дружки из полиции. Сука. И я так и знала. Билл Адамс и Роберт Ковальский. Понятия не имею. Вот уроды. Не бери в голову. Это не важно. Ну да. Короче, пошли они, уроды. И еще помирать из-за них. Нахуй эту работу и этот город. А что будешь делать дальше? Что будешь делать дальше, Анна? Ха! А тебе какая печаль! Я тебе кто? Подружка! Делай, я брошу. Чего тебе еще надо? Уебывай, тварь продажная! Фига себе! Я ее предупредила. Я еще и тварь продажную. Пошли. Мы не трогаем тебя, ты не трогаешь нас. Нет, я просто потрогаю твой чемоданчик. Максдок там всякий и прочая интересная штука. Ну-ка. Что еще есть? Кстати, заметьте, у нее номер-то почище будет. Я так думаю, что может она сама его убрала. Убрала. Так, берем. Хм. Так что, вот так вот. Мы могли бы, конечно, взломать. Могли, как видите, залезть. Ну и к тому, что залезть получается можно и без прокачки вот этого умения взлома. Ну, с другой стороны, мы его взяли. Он у нас есть. Пусть он у нас будет. Тварь продажная. Да, я не скажу, что мне прям так очень обидно так применить. Зачем? Сообщение. Я передумал. Я передумал. Анна Хэмил. Как-то так, Анна. Я тебя не обманывал. Мне, правда, казалось, что я справлюсь. Но я переоценил себя. Я мог бы придумать убедительный повод, чтобы выйти из игры. Но не хочу тратить твое время. Да, я трус. Я не буду отдавать показания. Прости. От Анна Хэмил. Кому Масато Танако? Масато Танако? Что-то знакомое. Пожалуйста, Масато. Послушай меня. Мы почти у цели. Мы можем посадить этих мудаков за решетку. Я сделаю все, чтобы ты не пострадал. Ты ничем не рискуешь. Если ничего не сделать, они так и будут творить беспредел. Жду твоего ответа. Понятно. Правильно. Полицейский. Чувак, о котором мы говорили. От Джона Кессик, Анни Хэмил. Слушай, я по поводу чувака, про которого ты слышала на рынке. По нашим данным, это Финн Гершет. В народе известен как Фингерс. Абсолютно мерзкий тип. Еще и с головой не все в порядке. Выглядит, как ящерица на отходнике. Худой, неопрятный, слысины. Везет себя, как добрый дядюшка, но никто здравом уме племянников с ним не оставит. Стиль одежды, что-то между смотрите на меня все и я маленькая девочка в теле сорокалетнего бомжа. Крикливо, пафосно, странно, до жути. Теперь самое интересное. Этот Фингерс считается главным рипером у проституток. Но на самом деле штопает всех от воров до нелегалов и нелегалов до уличных сироток. Главное, никто не знает, откуда он берет импланты. Хотя при таком потоке пациентов у него должен быть постоянный поставщик. Возможно, он связан с тем, что творится в кабуке. Ты, в общем-то, подозревала. Такие, как он, лицензионные явно не покупают. Больше ничем не могу помочь. Извини, я и так сильно рискую. Пожалуйста, будь осторожна. Атмосфера в участке последнее время мне совсем не нравится. Слушайте, господи, мы не поставили случайно те самые импланты, которые вытащили из кого-то другого. Это не тот ли Фингерс был? Я забыла представиться, честно говоря, когда с ним разговаривала. Фу-фу-фу, как мне сейчас противно. Ой, фу-фу-фу. Еще раз фу-фу-фу. Так. Помогу я? Прочитать. Современная группа нейтраннеров. Одной из самых известных нейтраннерских группировок современности считаются переводчики. Ее четверо участников известны под псевдонимом ДД, АП, СК и БПМ. В основном организуют нападение на крупные брейн-данс студии. Первые кибератаки переводчиков были нацелены на крепости данных, в которых хранились еще не выпущенные брейн-дансы. Участники группировки редактировали записи, заменяя положительные эмоции по отношению к корпорациям на негативные и удаляя логотипы, размещенные в рекламных целях. Действия нейтраннеров получили наибольший резонанс в июле 2076 года после премьеры отредактированного брейн-данса на бег на пустоши. Тысячи жителей Сиэтла вышли на антикорпоративные митинги. В результате инцидента брейн-данс студии усилили меры безопасности, а переводчики были официально призваны террористической группировкой, угрожающей общественному спокойствию. В ответ четверо нейтраннеров стали вносить изменения через каналы потоковой передачи. После недавних манипуляций с брейн-дансами ярость пустыни и раб лампы и раб наблюдательного света, они надежно закрепили за собой репутацию опасной нейтрановской группировки, которая готова отстаивать свои принципы, несмотря ни на что. Вот так вот, вот так вот. Смотри-ка, боксерские перчаточки у нее тут лежат. Слушай, а у тебя есть вот такая штучка, из которой я вытащила деньги в своем номере? Нету. Нету у нее. У тебя есть еще что-нибудь интересное? Да, смотри-ка, она боксерша. И вон у нее даже приз какой-то лежит по боксу. Сто я больше не могу поговорить, жаль. Мне было интересно. Так, здесь мы были, здесь мы были, кухню мы осмотрели. Здесь у меня какие-то бутылочки, вещи. Так, ну что, все, уходим? Уходим. По-моему, мы узнали все, что только можно. Видите, мы можем, просто открыв дверь. Так, что ж, это самый верхний этаж. Здесь у нас заперто, здесь заперто. И, в принципе, все остальное это уже заперто. Понятно. Покинуть территорию, то есть мы можем ее еще и не покинуть? Да, мы можем ее еще и не покинуть? Фингер. Вот я бы зашла сейчас к этому мужику-то, у которого мы с вами... Кура, не Кура, кто там орет-то? Слушайте, как бы сейчас вот эти вот на меня они не кинулись? Гады. Итак, где был этот рипер? Тихо. Вот здесь, да? Давайте посмотрим просто, как его зовут. Нет, это Роберт. Задание выполнено так. Регина Джонс. Да у тебя прямо дар убеждения. Рада, что у нас все получилось? Заказ закрыт. Так, 3000 мы получили. Отличная репутация у нас поднялась. Замечательно, замечательно. Нет, это не тот, о котором шел разговор. И как-то мое сердце теперь поспокойнее. Так, друзья, что ж, отлично. Это были дополнительные задания. Да, действительно, осторожнее. День у нас прямо скажем в разгаре. Где мы находимся? Давайте посмотрим вообще, в принципе, на плане. Мы все крутимся, на самом деле, вот на этом небольшом пятачке. Вот здесь вот это кабуки, да, нейтранер. А, подожди. Да, здесь мы забирали, здесь магазин оружия у нас есть, всякая еда, почтомат, риппер, мы его посетили с вами. Что у нас еще есть здесь в округе, интересно? Что вот это такое за череп? Организованная преступность? Не-не-не-не-не. Разбой. Это что? Ну, во место, здесь что-то есть. Высочайше, очень высокий уровень опасности. Не пойдем. Так, кровь и кости добраться. А, подожди, у нас же были какие-то бои в кабуке. Средний уровень опасности. А ну-ка, давайте-ка мы в журнальчик зайдем, посмотрим, что у нас еще есть. Так, это с процентами, это вот, вот, добро, это когда цепление снимут, с процентами, это, Виктор, ты, наверное, никогда не дождешься своих денег. Но я попробовала все-таки каким-то образом заработать. Так вот, добраться до места в кабуке. Вот туда мы с вами и пойдем. Правда, это, друзья, кулачный бок, но я ведь не зря себе купила эти импланты. Я так очень надеюсь, что это нам поможет. Подождите, все-таки мне как-то надо выться отсюда. Как-то как-то выться. Да что ж, вы меня куда-то плутать спускаете? вот он он. Даже где-то местами видно голубое небо. Чувак, такой перемотанный идет. О, боже. Себя явно прострелили, да? Судя по-перевизе. Вручает. Хотя, я очень сильно подозреваю, что это у нас райончик такой еще веселенький, в котором вот такая вот грязюка, вот такой вот сброд. ведь корпораты, они же вряд ли живут в таких районах. Здесь просто поселилась Ви после того, как потерпела крах. Так, да, все равно предлагается мне ходить на пешеходный переход. Надо же. Какие мы законопослушные. Так, что у нас тут? Или что-то есть? написано в газете? Я не первый раз уже ее вижу. Another Valentina for in Pacifica. На эти журнал. Так, ладно. Боже мой! отвратная реклама. Так, я хочу найти какие-нибудь автоматы денежные, денежные. Мне нужны деньги. И даже нисколько прямо они мне так вот нужны, я хочу просто-напросто отдать долг Виктору. очень не люблю быть кому-то должна даже если это в играх. Сегодня достаточно памяти. Подождите, должна восстановиться уже. мелкие гаденыши. Ломаем все автоматы. послушать дядька, тебя не обойти. Да-да, можно вызвать машину, но опять же машина. Мы ничего с вами не заметим на машине. Мы не сможем залезть с вами на автомат. Двойные двери. Нет питания. То есть их не открыть. Понятно. Так, а здесь у нас что, есть что-то? Ага, смотри. Ты подожди, в чем проблема? Вот телевизор. Что с ними можно сделать? Отвлечение врагов? Только отвлечение врагов. Тихо, 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 тихо. Так, 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 запрос, да, запрос мне нужен был. А ну-ка, давай запустим запрос. Куда-то он ведет. Нет, а к чему мы его применили? К кофеварке? Из нас ищут все хакеры. Так, запрос. Взлом протокола. нет. нужно что-то такое типа видеокамеры или еще что-то, что укажет нам на вот такие сети. Так, кофемашина. Ага, спонтанное желание. Это что? Что это? Что это? Что это? Взлом. На что мы навелись? Как это называется? Данные. На Z надо нажать. Я не знаю, что-то. Давай пошлем запрос. Опа. Ага, слушай, подожди, она что-то показала нам. Она нам что-то показала, просто это было очень быстро, и я не успела увидеть. хотя, если это опять же кофеварка, нет, это радио. Давай-ка еще раз запрос. Ну, очевидно, ничего существенного. Ладно, друзья, все, оставим кофеварку в покое. Просто какой-то старенький барчик. Наверное, именно поэтому так спокойно ее владелица относится к нашим попыткам хакернуть ее кофеварку. Поскольку таких придурков она уже, наверное, навидалась. Так, где стреляют? стреляют где-то. А ну-ка, может, мы вмешаемся? Нас убьют? Судя по прячущимся людям, это где-то здесь. карта, где мы есть? Нет, вроде как бы на карте тут пока никаких событий нету. Мне кажется, что тут так быстро развивается событие, что карта просто не успевает их отмечать. и куда ни плюнь, везде мусор, везде. Ага, мы можем здесь внизу пройти. Нас как-то по-другому куда-то вело. Ну да ладно, пошли сюда. Вот такие переходики. В таких переходиках всегда стоят какие-нибудь нехорошие личности. Так, смотрим. Ну, почему сразу две. Поэтому игровые автоматы из них денежка посыпется, но нет. Так, и куда нам дальше? Дальше, 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 дальше. Ничего, когда-нибудь мне надоест на все это дело глазеть, друзья, и мы с вами будем двигаться уже быстрее. Wait, 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 wait. Вок. Так, это как-то очень странно. в смысле ты пришел сюда, а потом тебе надо повернуться и убежать обратно. Очень много автоматов, кстати, вот обратить. А-а-а-а! Подожди, а я могу тебя хакернуть? ты же почтомат отвлечения врагов а ну-ка ну тоже деньги не сыпется ладно чайно пытаюсь найти какие-то способы дохода но очевидно придется все-таки как-то более-менее честным трудом все это делать и телевизор кругом нам говорят что наверху это где-то наверху где-то там как нам туда попасть ох не знаю да друзья кстати обратила внимание что отодвинулась от микрофона довольно далеко а вот наверх можно наверно да вот поэтому если вы слышали меня тихо то покажи карту нет свободная карта где это может быть ну-ка давайте-ка посмотрим на эти здания бог его знает а я вижу лестницу я вижу лестницу иногда все таки стоит немножечко отвлечься и слушайте как интересно здорово здесь можно лазить и и и ах а слушайте вот ведет ведет у нас все таки надо было сюда залезть интересно здесь можно лазить по крышам и с них очевидно можно даже падать сателлитные тарелки сателлитные тарелки сателлитные тарелки ох елки с палками вы посмотрите на это интересно на чем он работает то есть мы преодолели гравитацию или как обалдеть вот это да так здорово это хорошо что мы забрались на крыше а бесполезно я знаю куда буду бить еще до самого удара говорить с близнецами не-не-не-не подожди 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 мы не будем пока говорить ни с какими близнецами потому что я даже не знаю насколько мы готовы ли мы к этим испытаниям забирайся я хочу забраться на крышу эй ладно друзья хватит хватит мне маяться дурью наверное давайте сделаем следующее я здесь наверно да залезай же вот вот река в этом городе если река Подожди, я что-то пропустила в этой жизни. Да, здесь есть река. Понятно. А вот и море. Так вот, друзья, мы с вами увидимся уже в следующей серии, где пойдем биться, наверное, умирать. Ну, по крайней мере, попробовать можно, да и нужно, наверное. А мы с вами добрались до реки, вот он, чудесный город. И мне так что-то подсказывает, что вот этот вот наш занюханенький райончик самый занюханенький в этом городе. Потому что посмотрите на все те здания, которые там. На той стороне реки, там другой район. Но нам вроде как туда сейчас не пробраться, потому что, судя по всему, район оцеплен, и мы не можем выехать. Мы же с Джеки сюда заехали, и нам сказали, что все оцепление. Вот, ну, тем не менее, давайте здесь мы с вами попрощаемся и увидимся уже в следующей серии. Боже, я вижу деревья, друзья, вдалеке я вижу деревья. Еще не все потеряно в этом мире. Так вот, увидимся в следующей серии. А всем, кто посмотрел эту, я скажу огромное спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok